Кремлевские чекисты не стали ждать саммита НАТО в Вильнюсе, который подведет черту под пятисотыми днями вторжения и обрушит на РФ полный Армагеддон. И сделали шаг навстречу, объявили о начале акции с военным переворотом. Оставим в стороне причины, по которым они в понедельник надували щеки и махали ядерной дубиной, а вечером в пятницу начали военный переворот. Проанализируем варианты, почему они выбрали именно такой формат смены власти, а не тихую смерть Путина от болезни и что может происходить дальше. Тихая смерть Путина от болячек, а точнее, распуск бригады похожих на него актеров имеет свои сильные и слабые стороны. Сильное все под контролем и улицу привлекать не требуется. Это как в случае смерти Брежнева, когда Андропов развернул курс куда-то в сторону от коммунистического застоя, а после его смерти Черненко все вернул к застою. Горбачев после смерти Черненко опять повернул от застоя и более внятно, чем Андропов. Курсы партии разворачивали кулуарно, безо всяких советов с народом, дискуссий в прессе, митингов и демонстраций. Но из-за интервенций в Украину, в Сирию и в страны Южного Кавказа, такая кулуарная смена курса не даст должного эффекта. Для кремлевцев похоронить Путина не проблема. Можно даже выдать одного из второстепенных двойников в Гаагу и озадачить суд вопросом, насколько двойник отвечал за все происходившее. Общественное мнение в мире и на Россия готова к истории с двойниками, и это будет занятный судебный сериал. Но это не решает главную проблему Москвы, отсрочку Армагеддона и начало переговоров о выводе войск из Украины и других стран. В случае смерти президента в РФ, временным главой государства становится премьер-министр, в отличие от Украины, где эти полномочия переходят к спикеру парламента. С Мишустиным та проблема, что его кандидатура одобрена Си Цзиньпином, но для США и всей рамштейнской коалиции такая тихая замена Путина на Мишустина не основание для отмены Армагеддона и наступления ВСУ со средины июля. Смерть Путина по-тихому не повод начать с Москвой всеобъемлющие переговоры. Это то, что обнуляет для кремлевцев весь позитив с тихой смертью Путина. Похоронить Путина по-тихому и начать переговоры можно было до вторжения 24 февраля или в первые два месяца после него, что и обещала сделать часть кремлевцев через эфиры профессора Соловья. Теперь такое невозможно. С Мишустиным, сменившим Путина, коалиция переговоры не начнет, пока РФ самостоятельно и безо всяких условий не выведет свои войска из Украины, включая Крым. После этого возможны переговоры и с Мишустиным, но в очень жестком для Кремля формате. Причем коснутся они не только темы Украины. Путин звонил 24 июня Эрдогану совсем не для того, чтобы обменяться мнениями о происходящем в РФ. В Астане 20 июня прошла консультативная встреча по Сирии между РФ, Ираном и Турцией, закончившаяся ничем. По чистой случайности, 23 июня, на несколько часов раньше, чем Пригожин начал свой поход на Москву, армия Азербайджана установила на трассе из Лачина в Карабах бетонные блоки. В результате около 2000 солдат армии РФ и несколько тысяч боевиков, называющих себя армией Арсаха, оказались заблокированы в Ханкинди и окрестностях. Может быть, разведка НАТО ничего и не знала о готовившемся марше на Москву, но разведка Азербайджана что-то знала или догадывалась. В итоге Путин, на которого ехал Пригожинский табор, срочно все бросил и позвонил Эрдогану. Явно не с просьбой направить турецкие войска против Пригожина, а с просьбой о трех небольших услугах. Не начинать военную операцию в Сирии, удержать азербайджанский спецназ от ликвидации российской группировки в Карабахе и не арестовывать Лукашенко. Султан, как любят в Москве называть Эрдогана, сейчас может сменить власть в Беларуси одним взмахом руки. С Сирией вообще все очень интересно. Саудиты не просто так вернули ее в Лигу Арабских Государств в конце 2022 года. Теперь Лига может диктовать Асаду, как ее члену, те условия, которые он обязан выполнить, если не хочет, чтобы Лига направила в Сирию свои войска для восстановления справедливости и демократии. Асад может выйти из Лиги, но это ничего не изменит. Интересен и звонок Путина к Такаеву в день марша Пригожина на Москву. Казахстан может обратиться не только к ОДКБ, но и к ШОС, где де-факто рулит Китай, с просьбой направить войска в РФ для восстановления законности и пресечения действий террористов, тянущихся к ядерному оружию. Защита граждан Китая, живущих в РФ от разных напастей – это совсем святое. От самого Казахстана потребуется только обеспечить коридор в 90-100 км через Оренбургскую область с Башкортостаном и далее с Татарстаном. В результате у таких стран, как Татарстан и Башкортостан, будет окно в цивилизованный мир через Казахстан и далее с выходом на Турцию. Такаев милостиво пообещал Путину коридор в Башкортостан не рубить и не вмешиваться в происходящее в РФ. Так что круг вопросов, который хотят порешать с Московией, не ограничивается только Украиной. У глобального Востока, а не только Запада, к ней тоже есть свои вопросы. Скоро их начнет задавать Москве и глобальный юг. В ряде его стран есть традиция периодически национализировать собственность иностранцев под тему борьбы с колонизаторами. Похоже, на очереди золотые рудники Вагнера в Цар, Судане и других странах. Относительно разведок Запада, то их аналитиков явно должен был насторожить тот факт, что группу МАГАТЭ с Гросси не пустили для переговоров в Москву. Гросси 20 июня был в Осло, 22 июня в Лондоне, откуда 23-го прилетел на переговоры в почти нейтральную зону, в Крылевец, бывший Калининград, где и провел их с начальником Росатома Лихачевым в присутствии российских боевиков. Лихачев обещал ему, что специалисты Росатома не устроят аварию на Запорожской АЭС, а вояки обещали не взрывать ее. Это самая главная причина, по которой Росатом не попадал под санкции и не вошел в их 11-й пакет, как раз окончательно согласованный послами стран ЕС в этот день. Если внести в пакет, то Гросси будет сложно вести с ним переговоры, а Москва будет требовать от наблюдателей МАГАТЭ покинуть Запорожскую АЭС. Не только азербайджанская разведка о чем-то догадывалась. Правительства стран Америки и Европы логично отказались 24 июня комментировать марш Пригожина на Москву, позволив кремлевцам довести начатое до логического конца, так как комментировать по существу было нечего. Комментировать передвижение войск сторон и их заявления – это на данном этапе было прерогативой журналистов и аналитиков, а не правительств. Надо также отметить, что с 9 часов вечера 23 июня армия рашистов провела до утра 24 июня четыре ракетные атаки по Киеву, чего давно не было, чем просила не наступать по-крупному нигде, пока Пригожин марширует на Москву. Шойгу не поскупился выпустить 50 ракет по Украине, лишь бы ВСУ не мешали маршу Пригожина. Диапазон вопросов к Москве явно огромен, и снять даже половину из них уже нельзя, если похоронить Путина по-тихому. Поэтому Кремль устроил более удобный для себя вариант с маршем Пригожина на Москву, взяв за образец марш Муссолини на Рим в 1922 году. Муссолини взял Рим за четверо суток без единого выстрела. Армия и полиция ему не мешали. В Италии того времени это называли «великой фашистской революцией». Социалист Муссолини был очень способным учеником Ленина, который решил, если может быть большевистская и социалистическая революция на России, вопреки возмущениям Каутского, то почему в Италии не может быть такая же своя? В итоге вполне успешно сходил на Рим за справедливостью и был назначен королем-премьер-министром Италии. Фашисты очень гордились тем, что они сделали настоящую революцию и с презрением смотрели на Гитлера, который участвовал в буржуазных выборах, чтобы прийти к власти. Марш Пригожина открыл Кремлю массу возможностей, которая не дает смерть Путина по-тихому. Базовый сценарий не сильно меняется, Пригожин, если войдет в Кремль, может передать власть все тому же Мишустину, как легитимному в Рио президента. Куда денется Путин – это вопрос сугубо технический, мало на что уже влияющий. Уйдет он в отставку от усталости, как Ельцин, а через пару недель умрет на умрет сразу или в Гаагу поедет двойник – не имеет практического значения. Возможны и другие варианты. Например, авиакатастрофа или подскользнулся и упал в водопад в Валдае, будучи при исполнении служебных обязанностей. На Мишустин, берущий власть от Пучиста Пригожина или кого-то другого, держащего в руках Конституцию РФ, и Мишустин, берущий ее по Конституции, только потому, что Путина умерли – это два очень разных Мишустина. В первом случае у Мишустина будут все три возможные типа легитимности. Он, как ни крути, соратник Путина, и возникает наследственный тип легитимности, как в монархиях. Во-вторых, он будет легитимен по протоколу и по закону. И в-третьих, получит революционный тип легитимности от Пригожина, особенно если из марша того на Москву, начнут делать, как из марша Муссолини, какой-нибудь псевдореволюционный фетиш. С такими картами на руках у кремлевцев гораздо больше возможностей уговорить рамштайнскую коалицию не спешить с Арбагеддоном в июле, а Киев с большим контрнаступлением, чем просто прикопав Путина по-тихому. Кремлевские чекисты, когда доведут марш Пригожина или еще кого-то до входа в Кремль, как логичного финала, получат многое из того, что им сейчас крайне необходимо. Прежде всего, отсрочку с Арбагеддоном и контрнаступление ВСУ, особенно если сразу заявят о выводе войск с Запорожской АЭС и не будут с этим тянуть. Пригожин в начале марша заявил, что Донбасс 8 лет не бомбили, чем лишил смысла и легитимности для россиян пресловутую спецоперацию, приказа начинать которую на бумаге не существует. Чекисты с Путиным предусмотрительно его не написали. Его отсутствие очень облегчит ее сворачивание Мишустину. В таком контексте Мишустин может подымать тему о согласовании с Украиной графика поэтапного вывода войск РФ с просьбой, чтобы ВСУ по ним не стреляли, так как те сами уходят. Тем самым возникает повод для встречи в Стамбуле и для переговоров не в том жестком формате, как если бы Путин просто умер. Мишустин в таком качестве сможет также кинуть обетянку-тятянку, что после проведения досрочных президентских выборов в РФ в начале сентября ее новые власти будут готовы ко всеобъемлющим переговорам со всеми и по самому широкому кругу вопросов, одновременно заявив при этом, что его временное правительство уже готово к предварительным консультациям по выводу войск РФ из Азербайджана, Сирии, Грузии и другим вопросам, включая выплату репарации Украине, а также Польше за нападение на нее СССР в 1939 году. Чекисты запустили марш на Москву как пробный вариант, и в тот же день, к вечеру, сами поставили его на паузу, причем руками самого Пригожина. Получилось комично. Пригожину с утра справедливость еще была нужна, а вечером уже не нужна. Причины постановки марша на паузу в самих чекистах. Прежде всего они боялись выхода ситуации из-под контроля в Москве за ночь. Вдруг за ночь соберется некое альтернативное ополчение для защиты города от ополчения Пригожина, или кто-то начнет захватывать Кремль, не дожидаясь Пригожина. Поэтому два самолета из авиапарка Путина улетели днем из Москвы. Один на Валдай, второй в Питер. Чтобы показать, обоих его двойников в Кремле нет, и захватывать его бессмысленно. В Кремле только один песков и паутина по стенам. Утром, когда чекисты с удовлетворением констатировали, что москвичи ни свергать, ни спасать Путина не пришли, то Песков объявил, что Путин всю ночь сидел в Кремле над картой Украины и работал. Чекисты также хотели порепетировать и посмотреть, как среагирует население по всей РФ. Пригожин и Вагнер все-таки персонажи специфические. В соцсетях Украины по их поводу шутили о футбольном матче «Урки» против «Орков». Матчи в Ростове, Воронеже и Липецке прошли в пользу «Урок». Финальная встреча в Москве. Матч оказался договорным. Зато наиграли Лукашенке имидж спасителя России, который, сидя на пляже в Турции, померил по телефону Пригожина с Путиным. С таким имиджем можно выдвигаться в президенты РФ и выиграть выборы, помахивая белорусской вотчиной как аргументом. Но главной задачей чекистов было показать Западу, что они, если очень постараются, то смогут устроить в РФ правильную бесцветную революцию, а не какую-то цветную. После этой демонстрации они хотят узнать мнение Запада и получить от него кое-какие уступки. Госдума опять озадачилась идеей второй раз отметить передачу Крыма у СССР. Запад своим молчанием дает понять им, что марш Пригожина не впечатлил. Доиграйте этот спектакль до конца, а не бросайте игру в первом акте. Время ограничено датой саммита в Вильнюсе. Если не уложитесь, то мы с Украиной разыграем для вас другую пьесу.